МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В составе мобильного комплекса работают стоматолог-терапевт и рентген-лаборант. Кому не смогут помочь на месте, запишут в медучреждение Красноярска. Автобус оборудован компьютером с выходом в интернет. Помощь специалистов не только для жителей Березовского, но и для населения 9-ти близлежащих поселений. Ко мне было достаточно много обращений жителей Березовского района, в данном случае поселка Березовского. Более 1200 человек проживает в поселке. Конечно, востребованность большая, особенно в период пандемии. Это не разовая акция, но носит системный характер. Различные районы Красноярского края. И Манский район предполагается, и Саянский район и так далее. Любовь Аверьянова перед тем, как выйти на пенсию, собрала справки со всех мест работы. Сотрудник ПФР взяла только одну – с минимальной зарплатой. Остальные документы с более высокой оплатой труда не учли, и пенсия оказалась небольшая. За восстановлением справедливости обратилась к депутату Госдумы Валерию Гартунгу. Разобравшись в ситуации, стало понятно. Чтобы пенсия стала больше, необходимо выбрать более выгодный период для расчета коэффициента. На мой взгляд, явное нарушение сотрудника Пенсионного фонда прав гражданки при приеме документов. Они ее дезинформировали, отказали здесь справки. Депутат будет добиваться, чтобы ПФР сам запросил необходимые документы у работодателей, и начисление пенсии было адекватным. Чтобы подобных случаев было меньше, Валерий Гартунг уже подготовил запрос в прокуратуру. Проблема безнадзорных животных все чаще звучит в масштабах всей страны. В январе в Госдуме была создана рабочая группа по подготовке поправок в законодательство в сфере обращения с домашними питомцами. Совершенствование правовой базы обсудили в Тюмени. Город стал одним из первых, где прошли такие слушания. Эксперты выступили за обязательный учет всех домашних питомцев в создании единой базы чипированных животных, повышение ответственности хозяев. Итоговый проект совещания после изучения всех поступивших инициатив будет направлен в рабочую группу Госдумы. Я очень надеюсь, что в ближайшее время Государственная Дума, именно на этом острее будет решаться весь вопрос. Примет законопроекты в том виде, который будет, во-первых, а, легко, удобно и комфортно исполнять, и удобно и комфортно будет контролировать. Работа почтовых отделений Саратовской области на парламентском контроле. Депутат Андрей Воробьев на региональной неделе встретился с директором областного филиала Почты России Сергеем Дубровиным. Пообщался и с посетителями одного из отделений. Сергей Дубровин проблем не скрывает. Говорит, постепенно стараются улучшать качество обслуживания и условия труда. С января повысили зарплату почтальонам и операторам городских отделений области. Следующий этап – повышение уровня сервиса на селе. И вообще глобальный такой проект идет о том, чтобы Почта России в селе, по крайней мере, да, это был такой мини-социальный объект. То есть мы своими планируем и МФЦ услуги оказывали. Также Андрей Воробьев посетил станцию скорой медицинской помощи в заводском районе Саратова и передал медикам продуктовые наборы. К новому вызову пандемии врачи готовы. Настрой у специалистов оптимистичный. Вызовы пока в штатном режиме. Работают 12 бригад. График – сутки через трое. Респираторы, маски, скидки. Вот у нас все. Сколько сейчас зарплат следует у водителей? У водителей не могу сказать. У сотрудников скажу так достойно. Потому что, ну, заработать, как сейчас мы зарабатываем, ну, сложно. Других у нас спали по череду. Подорожание проезда в общественном транспорте, аварийное состояние жилых домов, низкие пенсии. На эти и другие проблемы жители Северной Осетии обратили внимание своего депутата Казбека Тайсаева. Особое внимание в ходе встречи с гражданами парламентарий уделил занятости населения. Этот вопрос является одним из наиболее актуальных для республики. Депутат отметил, для его решения необходимо заняться восстановлением колхозов, совхозов и развитием перерабатывающих предприятий. Многое предстоит сделать и для развития туризма. Северная Осетия – это райское место, где очень хорошие туристические места. Есть предложение у молодежи развивать это направление. Сейчас разрабатывается новый туристический кластер. Продолжение очень толковое, то, что может создать и новые рабочие места и дать возможность ребятам реализовывать свои идеи. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков наградил победителей республиканского конкурса по финансовой грамотности. В Чебоксарах в рамках стратегической сессии обсудили злободневные проблемы в этой сфере. Мы хотим вообще вот эти незащищенные слои населения в первую очередь научить, как сберегать. И самое главное – сберечь свои средства от мошенников. Эксперты сошлись во мнении – финансовую грамотность населения необходимо повышать. Депутат Анатолий Аксаков заметил – в Чувашии этому вопросу уделяют особое внимание. Финансово грамотные люди – это люди, которые более успешны. Если они с детства будут постигать азы финансов, то смогут лучше потом планировать свой семейный бюджет в будущем, смогут лучше управлять организациями, в которых будут работать, либо руководить. Байкал – достояние России. И защитить его задача национальной важности. Этой теме был посвящен круглый стол в Иркутске. Эксперты озвучили актуальные проблемы и возможности их решения в рамках действующего законодательства. Переработка шины пластика, порядок учета отходов требует первостепенного решения. Особое внимание уделили поддержке добровольческих и пожарных отрядов. Работа с безопасностью в лесах, с лесопожарной охраной, с уменьшением количества пожаров. Мы сейчас видим, что готовиться к этому сезону нужно заранее. Одно из таких предложений важных – это возрождение службы лесничьих, которая сейчас, конечно, находится в упадке. Важно, чтобы у леса был хозяин, который за ним следит. Ольга из Магадана несколько лет назад взяла кредит в банке – 360 тысяч рублей. Говорит, на жизнь. Суду выплатить не смогла. С учетом всех штрафов выходило более 400 тысяч. Ольга в декрете жила на пособие по уходу за ребенком. В счет долга приставы списали все детские и социальные выплаты. Жить стало не на что. Ни ей, ни ребенку. На эту карту я только получаю социальные выплаты. На что она мне записывает все с моих слов, судебный пристав. Я подписываю это все. Я называю номер карты. Она говорит, да, все, мы ее арестовывать не будем. Ну и буквально через 2-3 дня приходит то, что арест на карте. В такую ситуацию, как у Ольги, человек уже не попадет. Чтобы защитить самых уязвимых, Госдума уже приняла ряд законов. Прежде всего, отзыскания защитили социальные выплаты – алименты, компенсации вреда здоровью, пособия по уходу за ребенком и по потере кормильца. А также материнский капитал и некоторые другие. В последние дни 2021 года президент подписал еще один закон, одобренный Госдумой. Банкам запретили списывать долги с единовременных социальных выплат. Важно, что положение закона имеет обратную силу в отношении средств, которые поступили на счет 1 января прошлого года. И вот с 1 февраля новая степень защиты. Дело в том, что до сих пор приставы имели право списать половину зарплаты или пенсии у должника. Их не останавливало даже если на счету у человека почти ничего не оставалось. С 1 февраля в силу вступил закон, который запрещает приставам списывать деньги под ноль. Они обязаны оставить федеральный прожиточный минимум. Как отмечает спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию. Очень большая работа на самом деле была проделана для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки решение проблемы, чтобы при взыскании долгов кредиторы не взыскивали 50% дохода граждан. А все-таки у людей оставался какой-то минимум, который позволит человеку обеспечить какой-то необходимый минимум. Как будет работать механизм? С новым законом пристав обязан сообщить человеку о его праве сохранить ежемесячный доход не ниже прожиточного минимума. Должник пишет заявление, указывая реквизиты его неприкасаемого счета, и банк уже не сможет списать с него большую сумму. Пристав, уже в законе написано, при открытии исполнительного производства обязан в постановлении своем указать, что гражданин имеет право на защиту вот этого минимального прожиточного минимума. Он обязан это довести, потому что понятно, что не все граждане у нас знают свои права. Поэтому в законе написано, что он обязан под роспись человеку это довести. Важно, что учитывать будут не только материальное положение человека, но и тех, кто у него на иждивении. Например, если в семье должников есть дети, неприкасаемая сумма увеличивается. Закон принят как раз для того, чтобы сохранить средства гражданина, для того, чтобы он как-то мог существовать, имея такую мизерную сумму для оплаты товаров, услуг, ну и, в общем-то, для проживания. Еще один важный момент – новый закон распространяется не на всех должников. Он не распространяется на тех людях, которые задолжали по алиментам, то есть не выплатили какие-то деньги по алиментам. Они не распространяются на преступников, которые должны выплатить материальный ущерб, который нанесли своими действиями, ну, своим жертвам. Таким образом, с тех, кто уклоняется от уплаты алиментов или компенсации за нанесенный ущерб, будут снимать деньги, как и раньше. К таким должникам также относятся те, кто просрочил оплату уголовных, административных штрафов или имеющие долги по налогам и страховым взносам. Мария Буркова, Александр Локсионов, Никита Хараськин, Екатерина Шевченко, «Парламентский час». Это не кадры из прошлого. Видео снято два месяца назад. Старый лифт с деревянной кабиной все еще трудится в одной из девятиэтажек Башкирии. Со своей задачей вроде бы пока справляется, разве что периодически трещит и гудит. А эту подъемную машину жители уфимской многоэтажки прозвали лифтом ужасов и предпочитают ходить пешком, боятся оказаться в шахте. Пол в кабине почти прогнил. Незамедлительные замены сегодня требуют 40 тысяч подъемных машин. Они уже отработали предельный срок службы. По техническим стандартам он составляет 25 лет. Дальше эксплуатировать таких старичков просто опасно. Депутаты берут на контроль ситуацию с заменой. В рабочую группу вошли депутаты профильного комитета Госдумы, представители правительства, а также эксперты и производители лифтов. Председателем выбран глава Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Обсуждение проблемы уже идет. Ее решение во многом упирается в финансы. Сейчас замена подъемных механизмов в жилых домах проводится в рамках программ капитального ремонта. Однако средств на замену лифтов, даже с учетом софинансирования из центра, не всегда хватает. На сегодняшний день финансирование во многих регионах и собираемость этих средств фонды, она, скажем так, далека от 100%, что, собственно говоря, стоит под угрозой реализации этой программы. Поэтому мы с коллегами должны все проанализировать, распределить мощности, средства. Тем регионам, которым сегодня очень тяжело и это кажется неподъемно, подумать и найти, может быть, дополнительные механизмы. Таким может стать факторинг, говорит депутат. Схема, при которой товар можно купить с отсрочкой платежа. Жителям этой многоэтажки в Ульяновске установки нового лифта пришлось ждать более двух лет. Да и то только в одном подъезде. Замена была вынужденной. Старую машину подожгли, механизм полностью вышел из строя. Взносов, которые жильцы платили за капремонт, на новый подъемник не хватало. Лишь спустя два с половиной года удалось собрать нужную сумму. Все это время ходили пешком. Лифт – это не предмет роскоши в подъезде. Это предмет жизненной необходимости. И за два с половиной года, опять же, пять дней, мы все это испытали на себе. Что это такое подниматься, как говорится, в разное время, с разными тяжецами, с детьми, беременные, инвалиды. Вот подниматься до десятого этажа. А вот в соседних подъездах о новых лифтах жильцы пока только мечтают. Подали заявку на участие в новой региональной программе. Устаревшее и морально, и физически оборудование уже давно отработало нормативный срок эксплуатации. Лифты нередко застревают, при спуске трясутся. А чтобы уехать, например, с пятого этажа на первый, нужно сначала прокатиться наверх. Лифт стоит, конечно, очень дорого. И самим накопить на лифты очень накладно получается, дорого. И софинансированные государства – это большая будет помощь. В этом доме в Тюмени подъемный механизм еще не выработал свой ресурс по сроку эксплуатации, но недавно начал угрожать жизни и здоровью людей. Кабина с человеком внутри сорвалась и, пролетев несколько этажей вниз, застряла, говорит соседка участника ЧП. Лифт падал, да. С девятого этажа он падал. И на каком этаже он остановился? Ну, вроде как на пятом. То есть не просто застрял, а действительно вот прям падение было, да? Да, падение было. Потом, видимо, сработали аварийные тросы или что-то. А он не пострадал сосед? Нет, не пострадал, но испугался очень. Лифту более 20 лет. Это, видимо, первые предпосылки к его замене, говорят жильцы. Ездить на нем теперь боятся. Раньше нареканий к машине не было. Мы уже живем 21 год, то есть мы заехали сюда именно после того, когда был сдан в эксплуатацию. Больше он не менялся. В организации, обслуживающей лифт, заявили, что механизм полностью в исправном состоянии. Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Организована проверка исполнения законодательства в сфере использования и содержания лифтового оборудования. При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Чтобы оперативно и массово менять старые лифты в стране, необходимо в ближайшие годы нарастить объемы производства нового оборудования, говорят депутаты. В последние годы немало отечественных предприятий ушли с рынка, однако некоторые из них планируют реанимировать производство. Помочь с поставкой новых подъемников могут и партнеры по союзному государству. Доля белорусских машин в лифтовом хозяйстве страны уже сейчас немалая, но даже общих мощностей двух стран может быть недостаточно для решения проблемы, считают парламентарии. Конечно же, если мы найдем достаточное финансирование, то новые производственные возможности нам понадобятся. Здесь, я думаю, что Минпромторг откликнется на это и перепрофилирует пару заводов под изготовление этой истории. Каждый год примерно на 40 тысяч штук лифтов надо производить больше, чем сегодня. Наши производители вполне можно при хорошем, грамотном подходе, при хорошей модернизации, они могут это обеспечить. В этом году регионы продолжат обновлять лифтовое хозяйство. К 25-му году необходимо заменить 125 тысяч лифтов. Более 100 тысяч уже в сметах фондов капитального ремонта. С каждым годом лифтовый парк, идущий под замену, прирастает, и найти решение проблемы нужно уже сейчас, говорят депутаты. Рабочая группа и создана для того, чтобы предотвратить возможное ухудшение ситуации с заменой лифтов в стране. Если мы не своевременно это не сделаем, мы, получается, должны остановить эти лифты. Либо мы рискуем жизнью наших граждан. Поэтому создание такой группы – это очень своевременное решение, и она сейчас прорабатывает все варианты. Мы выработаем единые подходы, каким образом нам эту задачу реализовать. Потому что она должна быть реализована обязательно, иначе это несет угрозу жизни нашим гражданам. Средства на реализацию нужны немалые. По подсчетам экспертов, не менее 300 миллиардов рублей. Так как стоимость одного подъемника сегодня превышает 2 миллиона рублей. Источником финансирования может стать резервный фонд правительства. С просьбой рассмотреть такой вариант в Кабмин уже обратилось российское лифтовое объединение. Александр Лаптенов, Мария Буркова, Лана Тян. Парламентский час. С 31-го я мылась, и вот с этих пор они пришли, говорят, текет. Ну и вот. И это я вот 20 дней, я вот сижу. Анне Спиридоновне 93. Самостоятельно передвигается только при помощи специальных ходунков. Свой трудовой путь начала ровно 80 лет назад. Удостоена званий «труженик тыла» и «ветеран труда». Но вместо заслуженного уважения столкнулась с полнейшим равнодушием. Из-за прорыва трубы в душевой женщина осталась без воды. Коммунальщики просто ее перекрыли. Исправлять проблему пенсионерке предложили самостоятельно. Они пришли, они не стали даже разговаривать. Говорят, мы не будем делать. Только спустя несколько недель Нового года о проблеме узнали соседи. Забили тревогу, обратились к депутату Госдумы Челябинской области Владимиру Бурматову. Он связался с руководством управляющей компании и лично выехал на место. Бабушка живет одна, родных нету рядом, позаботиться о ней некому. И управляющая компания на три недели оставила ее без воды. И никаким образом не реагировала на просьбы. Почему так получилось, попытался объяснить директор обслуживающей организации. Чтобы решить этот вопрос был изначально, ЖЭКу надо было в квартире произвести ремонт. В самой квартире. Они просто на букву закона встали, что квартира. На уровне ЖЭКа вопрос остался, я имею в виду, они уперлись. Уже в квартире пенсионерке выяснилось, что ремонтные работы по устранению неисправности начались сразу, как только в дело вмешался депутат. ЖЭК, что ли, здесь ковырялся ваш или что? Ну, по всей видимости, это ЖЭК. Не, ну а как? Вы не в курсе-то даже, что у вас происходит? К приезду депутата вместо прогнивших металлических труб поставили пластиковые. Осталось установить поддон, расходы за который обязалась взять на себя управляющая компания. Никому оплачивать ничего не нужно, то есть не переживайте, управляющая компания все сделает. С проблемой разобрались, но у Владимира Бурматова возник логичный вопрос. Почему сразу нельзя было адекватно отреагировать на призыв о помощи? Ситуация затянулась, потому что жители обращались напрямую в ЖЭК, а я конкретно говорю всегда, чтобы до управляющей компании информация о проблемах чая не доходила, потому что я ответственное лицо и с жителями веду диалог только я. Депутат считает, оправдание бездействия управляющей компании быть не может. В таком возрасте человек остался без воды, который не может уже сам за собой полноценно ухаживать, это, конечно, могло, к сожалению, закончиться трагедией. Слава Богу, что удалось этого не допустить и сейчас все, нормализовать здесь ситуацию. Но, с моей точки зрения, действия абсолютно не вписываются ни в какие рамки. Пока душевую Анны Спиридоновны не приведут в надлежащий вид, ремонтные работы на депутатском контроле директор управляющей компании заверил, все взятые на себя обязательства будут выполнены в кратчайший срок. Андрей Липанов, Анна Меликян, Парламентский час. В рубрике «Парламентский контроль» мы показываем, как депутаты решают проблемы избирателей. Любой человек может обратиться к депутату за помощью, написав в региональную приемную, либо в приемную Государственной думы. Сделать это можно по почте или через официальный сайт. Местные власти с 1 февраля обязаны передавать в Росреестр информацию о признании дома аварийным, подлежащем сносу или реконструкции. Оттуда эти данные направляются в ЕГРН. Получается, человек при покупке квартиры сможет запросить выписку и узнать все необходимые сведения о доме. Это гораздо быстрее, чем обивать пороги инстанции и узнавать информацию о здании. А также гораздо безопаснее. Не нужно полагаться на честное слово продавца недвижимости, который заявляет, что с домом все в порядке. Когда у человека конкретный график, он, соответственно, понимает, к чему ему готовиться, будет ли этот дом включен в реновацию, если это город Москва. И когда ему ждать новую квартиру, либо капитальный ремонт, либо расселение его дома. Вводится штраф из-за отсутствия систем автоматического контроля за источниками выбросов. Для должностных лиц санкции составят до 40 тысяч рублей, для юрлиц – до 200. Также штрафы будут грозить, если системы контроля установили с нарушением требований или они некорректно передают данные в государственный реестр. Хорошо, что мы сейчас задумываемся все больше об охране окружающей среды. Действительно, установка таких автоматических систем контроля позволит значительно, на мой взгляд, снизить количество выбросов в окружающую среду и вредно носимых в окружающей среде. В МФЦ появится сервис для включения в список малочисленных народов. Это упростит их представителям оформление всех положенных льгот. Ранее человек должен был по почте отправить в Федеральное агентство по делам национальностей заявление, а также один из документов, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу. Теперь уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия. Для тех, кто живет в отдаленных и труднодоступных местах, подавать документы сможет и община. Все те граждане МНР, которые желают узаконить, утвердить свою национальность, нет никаких препятствий, нет никаких проблем. Закон снимает все препятствия. Вступает в силу закон, который вводит пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов. Кроме того, высшая мера будет грозить тем, кто совершит сексуальное насилие в отношении двух и более детей, а также если оно будет сопряжено с другими тяжкими преступлениями. Однако на этом работа не остановится. Нам надо изучить вопрос позиции приостановления течения срока давности за преступление в отношении малолетних детей до совершеннолетнего ребенка, который стал жертвой. Кроме того, уже обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, а именно если насилие совершено лицом, проживающим с ребенком, несущим обязанности по его содержанию, воспитанию и обучению. Наша общая задача сделать так, чтобы любой, кто покусился на половую неприкосновенность ребенка, находился под постоянным государственным надзором. Или в местах лишения свободы, или если он вышел на волю, то под постоянным административным надзором. Одним из обсуждаемых вариантов, и к этой работе я призываю присоединиться и все остальные парламентские фракции, могло бы быть введение механизма аналогичного существующим сегодня электронным браслетам. Мы считаем, что, конечно, в комплексе надо решать этот вопрос. Это как раз ответ тем, кто обозначал эту тему. Что касается правоприменения, в рамках рабочей группы, как можно быстрее рассмотреть эти темы с участием Министерства внутренних дел, службы исполнения наказаний, с тем, чтобы был контроль за теми, кто выходит из мест лишения свободы. И давайте, коллеги, этот вопрос подготовим к рассмотрению, вынесем предложение и найдем решение. Центробанк ужесточил порядок расчета долговой нагрузки по потребительским кредитам. Речь идет о долгосрочных займах. Теперь среднемесячные платежи будут рассчитываться, исходя из предположения, что задолженность по ним выплачивается в течение 4 лет, вместо 5, как было ранее. Делается это для того, чтобы снизить риски, связанные с закредитованностью граждан. Поскольку им приходится значительную часть своего дохода отдавать в уплату тех кредитов, которые они, ну, скажем так, взяли, не подумав об ответственности, которую придется нести в виде платежей за этот кредит. Величиваются штрафы за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции. Кроме того, вводится административная ответственность за ее перевозку с такими нарушениями. Штрафы составят до полумиллиона рублей для юридических лиц. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok